Беспредел команды З и его партии «Слуга народа» продолжается в Украине. Вот последние данные, которыми я хотел бы поделиться с вами. Информации будет много, поэтому долго не рассуждаем. Поехали. Вот эта физиономия блогер Макс Бужанский. Баллотируется Верховную Раду по мажоритарному округу от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Открыто выступал против революции достоинства и поддерживал диктаторов Советского Союза. Эти данные выложил в соцсети политтехнолог Украины Алексей Голубицкий. Написав следующее. Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте. Макс Бужанский известен тем, что не раз выступал с критикой событий на Майдане 2014 года, обвиняя участников протеста в убийстве Украины. Помимо этого, он признался, что на протяжении 10 лет голосовал за партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер называет законно избранным. Заявлял, что при нем Украине жилось намного лучше. Особое внимание Бужанский уделял также советской тематике. Из его собственных цитат Макс Бужанский. Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Дополнение от меня, как и Владимир Зеленский. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признает военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова – это метод красть. Здесь вы видите выдержки из страницы Фейсбук. На заявление Бужанского отвечает печально известный всем Николай Азаров. Поздно приходит прозрение. Почти 4 года понадобилось майданному журналисту Максу Бужанскому, чтобы наконец понять то, что было ясно с самого начала. Госпереворота. Совершенно очевидно, что та страна, которую мы 4 года назад потеряли, была намного ближе к Европе. Ибо то, что мы имеем сейчас, это в лучшем случае Средневековье. Да, понятно, какие люди поддерживают будущего депутата парламента Украины от еще раз округа 25 города Днепр. Далее правозащитник Украины Сергей Наумович поделился следующей фотографией. Вот это Анатолий Матиос. О нем сделал интересный репортаж Ростислав Шапошников. Я даю снизу ссылку, обязательно пройдите и послушайте. Это тот самый блогер, который очень сильно был против Петра Порошенко, но буквально за несколько дней после прихода к власти Владимира Зеленского все понял окончательно и теперь только удивляется и разводит руками, как происходит одно за другим преступление против украинского государства. Итак, это Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины. Согласно информации, Матиос стал собственником внедорожников Mercedes-Benz 2013 года выпуска стоимостью 970 тысяч гривен каждый. Приобрел Гелендваген главный военный прокурор 29 мая текущего года у одного продавца. Цитата. Без тормозов. Это Украина-детка. Конец цитаты. Очаровательное, как вы видите, создание, демонстрирующее свое плечиков в такой непонятной позе. И вот это существо. Генеральный военный прокурор Украины. Ну и третья, не менее интересная персона, вот этот. Господин Александр Куницкий. Он выдвигается от избирательного участка номер 169 города Харькова. Автомобильный блогер и гражданин Израиля, известный под ником СП Санек. Вот это соответствующие копии документов, подтверждающие его израильское гражданство, а также их нотариально заверенные переводы, опубликованные цензором. Государство Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому зарегистрирован Куницкий Александр Олегович, является город Хайфа, улица Га-Тихон, 7-2. Проблема в том, что сам Александр Куницкий свое двойное гражданство отрицает, вот что интересно. При этом в одной из программ Пятого канала, опубликованном еще в 2014 году в споре с полицейским Израиля, Александр Куницкий лично подтверждает свое проживание в городе Хайфе. Его супруга по его просьбе передает ему Даркон, израильский паспорт. Тата Украины Олександр Куницкий заперечив цю информацию и запевнив, что небо то знает других кандидатов и с подвейным гражданством. Натомість політичні оглядачи нагадують, що до початку передвиборных перегонів автоблогер продемонстрував гражданство Израилю, перебуваючи там тривалий час, що ілюструють матеріали, опубликовані в его видеоблозе. Так на одному з відео Олександр у суперечці з місцевим полицейским вказує своє місце проживання в Израилі у місті Хайфа. Громадські активісти вказують на ще один інцидент, під час якого Олександр Куницький заявив громадянство Израилю, і нібито вимагав перекладача з української мови на свій рідний іврит. Це сталося у 2018-му у Борисполі на Київській автотрасі, коли відеоблогер звинуватив поліцію у незаконному блокуванні його авто. Я хочу вас працюватися в цьому перегодчика, раз, і адвоката, в тому числі, я там в статті ви забуваєте, що… Перегодчика, з якого? Перегодчика. Українського на єврі. Вдобно? Ми знаходимося на території України. Я хочу з перегодчика на єврі. Олександр Куницький не єдиний кандидат у депутати з подвійним громадянством. Однак громадські активісти акцентують на тому, чи готова команда новообраного президента допускати подвійні стандарти для своїх кандидатів, коли лише нещодавно висміювала колишніх депутатів за аналогічні дії. Видео було представлено общественной організації «Авто Евросила Борисполь». Олександр устроив рят умышленних провокаций, пытаясь збежати з міста нарушення, вызывая скорую і требуя переводчика з українського на єврі, чим і був замечений. І так, три примера, господа, посмотрите. Журналист Макс Бужанский, ярий противник Майдана, сочувавший Януковичу, говорящий, що при Януковичі було намного краще. Затем Анатолій Матиос, явно не бедний чоловік, главний воєнний прокурор України. Це в той момент, коли люди по копейці собирають обмундировання і техніку для своїх солдат. Ну і третій чоловік, опять же, будучий депутат, блогер Олександр Куницкий, проживаючий в городі Хайфа і считаючий іврит своїм родним языком. Последнє, що хочеться добавити, що, черт побери, твориться в Україні.